Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы с вами будем сажать землянику. Всем, конечно, хочется иметь на своем участке хорошие, красивые, развитые кустики, вовремя, надежные, точно известного сорта. И редко какая женщина откажет себе в удовольствии вырастить рассаду самостоятельно и вовремя. Тем более не всегда можно найти, к сожалению, на рынке нужный сорт рассады вовремя. Итак, выращивание земляники из рассады. В зависимости от региона приступать к посадке необходимо в январе-марте месяц. Это все определяется именно вашими климатическими условиями. Для посадки нам понадобится почва. Ее можно использовать как покупную, так и составлять самостоятельно. Покупную почву можно использовать универсальную, для выращивания овощной рассады, либо для растений, которые требуют близкой к нейтральной почвенной реакции. Если же вы предпочитаете составлять почву самостоятельно, то можно рекомендовать следующее. Почва должна быть обязательно рыхлой, легкой и не склонной к быстрому пересыханию. Это может быть смесь торфа с песком и биогумусом, либо торфа с дерновой хорошей землей с добавлением песка. Следует помнить, если вы составляете почву самостоятельно, смесь делаете, то ее желательно перед посевом семян протезинфицировать. Кто-то использует для этого раствор марганцовки, кто-то прожаривает это в течение 5-10 минут почву в микроволновке, кто-то просто проливает кипятком и оставляет ее остыть. Можно также прожаривать ее в духовке в течение часа при температуре 100-150 градусов. Но следует помнить, что после того, как вы ее так прожарили, почве следует выстояться и восстановить свое естественное плодородие, восстановить свою микрофлору. Почему это так важно? Дело в том, что все проростки растений, они очень чувствительны к различным фитопатогенным грибкам. Настоящий бич огородника и судовода – это черная ножка, которая способна буквально за одну ночь выкосить все растения у вас в плошке. Поэтому пренебрегать таким приемом, как дезинфекция почвы, все-таки не стоит. Ну и есть возможность, эта покупка почвы уже полностью готовой, которая прошла обеззараживание и готова к использованию. Итак, мы с вами будем пользоваться готовым почвогрунтом. PH близкой к нейтральной 5,5-6,5. Это оптимально для прорастания семян. Для посадки нам понадобится емкость. Лучше всего землянику садовую выращивать в емкостях неглубоких, широких и плоских. Потому что корневая система у них небольшая, а семян мы планируем посадить много. Здесь полностью готовый к употреблению почвогрунт с добавлением перлита. Это хорошая добавка, которая не только обеспечивает рыхлость почвы, но и влагоемкость поддерживает на нужном уровне. После того, как мы насыпали грунт, его нужно аккуратненько, равномерно распределить, чтобы было ровно, чтобы не было ямочек. Иначе где-то будет больше застаиваться влаги, где-то наоборот на холмиках будет быстрее просыхать почва. Это не есть хорошо. После того, как вы разместили почву в лотке, ее следует пролить. Удалить, если попались какие-то волокна или примеси, их у вас тут бить не должно. Для полива можно использовать отстоянную водопроводную воду, желательно мягченную. После того, как мы ее пролили, вода впиталась, мы еще раз слегка уплотняем почву, выравнивая ее. Мы подготовили ее. Следующий момент – это, собственно, посадка. Дело в том, что семена тоже необходимо подготовить, если только производитель семян не сделал это за вас. Дело в том, что многие производители обрабатывают семена стимуляторами роста, удобрениями, микроэлементами, инкрустируя их или помещая в катки капсулы-гранулы. Если вы приобрели такие семена, никаких дополнительных обработок они не требуют и полностью готовы к посадке. Если же семена земляники у вас не обработаны, то их желательно замочить перед посевом и простратифицировать, что для этого необходимо. Сейчас мы с вами возьмем пакетиков. Здесь у нас сорт земляники Барон Соленмахер. И мы видим, что семена не инкрустированы, не гранулированы. Дело в том, что очень многие производители тщательно просушивают свои семена перед тем, как упаковать, чтобы уменьшить вероятность появления каких-нибудь гнилей в процессе хранения и транспортировки. Сухие семена всходят очень медленно, и им необходимо помочь. Они должны для того, чтобы у них активизировались процессы прорастания, чтобы они проснулись, им нужно помочь. Им нужно намочить. Для этого мы будем использовать воду, и чтобы эффективность замачивания была максимальной, такой известный биостимулятор, как эпин. Здесь у нас содержится раствор эпина в чашечке, который мы развели согласно инструкции. Буквально здесь несколько капель на такую чашечку. Мы помещаем семена на хлопчатобумажную ткань. Лучше использовать именно ткань, а не бумажные салфетки, которые размыкают. Дело в том, что земляника, растение, семена которого требуют стратификации. То есть после набухания они должны какое-то время побыть при низких температурах. Это активизирует прорастание и делает его дружным, одновременным. Поэтому мы помещаем семена на лоскуток. Аккуратненько заворачиваем, чтобы они не просыпались. И добавляем немножко раствора эпина. После того, как мы намочили наши семена, мы помещаем плошечку с семенами в москутке в холодильник на 2 недели. Если у вас нет такого желания или возможности, можно провести стратификацию и непосредственно в самой плошечке. Дело в том, что после 2 недель, когда семена хорошо набухли, мы их переносим в теплое место, желательно градусов 25. В таких условиях семена быстро проклевываются. И если чуть-чуть упустить момент, то очень легко обломать зародушевые корешки. А если это происходит, то семечко безвозвратно гибнет. Предварительно мы замачивали семена в растворе эпина и помещали их в холодильник на 2 недели. Они уже достаточно набухли. И мы сейчас их аккуратненько посеем. Семена у земляники довольно-таки мелкие. И нужно учесть, что посеять их при помощи рук, при помощи только пальцев, очень сложно. Всегда нужно какое-то приспособление. В этом нам может помочь обычная зубочистка. Кончиком зубочистки мы аккуратненько поддеваем семечку, раскладываем их на поверхности земли. Размещать семечко от семечки необходимо на расстоянии приблизительно 3-4 см друг от друга. Можно таким квадратно-гнездовым, так сказать, способом. Размещая семена, мы не просто раскладываем, а чуть-чуть придавливаем его, чтобы был более плотный контакт семечки с почвой. В таком случае оно прорастает гораздо эффективнее. Если же вы не хотите стратифицировать семена отдельно, можно попробовать старый проверенный метод. Особенно в тех условиях, когда у вас есть за окном снег. Наполнив плошечку почвой подготовленной, вы раскладываете по ней семена из пакетика и засыпаете снегом. Сверху слоем снега сантиметра 2. После чего закрываете крышкой и помещаете на 2 недели в холодильник. Снег тает и постепенно втягивает семена в почву именно на ту глубину, которая им подходит. Плюс температура в холодильнике как раз оптимальная для прохождения стратификации. Через 2 недели вы извлекаете вашу плошечку с семенами наружу и помещаете в теплое, темное место. С этого момента вам понадобится внимательно наблюдать. Обычно семена земляники всходят через 2-3 недели. Как только появляются первые всходы, им нужно обеспечить хорошее освещение, чтобы они не вытянулись. Дело в том, что растение, которым не хватает света, становится легкой добычей черной ножки. Точно так же и при посадке семян, стратифицированных отдельно, не на почве. Вы после того, как разложили семена, поливать, кстати, не требуется, почва уже пролита, она достаточно влажная. После того, как вы разложили семена и закрыли либо крышкой, вот как в нашем случае, либо стеклом, либо пленкой полиэтиленовой. Кстати, чтобы не было застоя воздуха, в крышке должны быть обязательно отверстия, либо крышка не должна плотно закрываться. То есть должен быть какой-то небольшой воздухообмен внутри емкости, чтобы не создались условия, благоприятные для развития болезни. Все-таки, как бы мы почву не стерилизовали, как бы мы ее не обеззараживали, полностью уничтожить всех вредителей не получится, наверное, и не нужно, потому что вместе с ними гибнет, к сожалению, и полезная микрофлора, которая нужна растениям, которая нужна самой почве, для того, чтобы она могла нормально функционировать. Так вот, как только мы разложим семена, мы должны будем закрыть нашу емкость крышечкой и поместить в теплое, темное место. Почему темное? Дело в том, что пока семена не прорастут, им свет не нужен. Это раз. А многие из семян все-таки любят прорастать в темноте. Но как только семена проклюнулись, как только появились первые семядольные листики, мы даем им хорошее освещение, и в дальнейшем, когда появляется уже, всходит равномерно вся рассада, температуру можно будет постепенно снижать до 18-20 градусов. Это можно регулировать, просто отставляя подальше от батареи или обогревателя, где они стояли до этого, или поместив их на прохладный подоконник. Когда у растений формируются первые настоящие листики, температура должна быть уже градусов 18. Почему? При излишне высокой температуре растение начинает интенсивно расти и вытягиваться. А нам вытянутая рассада, вытянутшаяся рассада ни к чему. Многие спрашивают, нужно ли подкармливать рассаду, вот как только растение взошло. Нет, не нужно. Дело в том, что в почве вполне хватает питательных веществ. Она содержит все, что нужно молоденьким растениям, а нужно им, кстати, весьма немного. Главное, за чем вы должны наблюдать, это регулярное проветривание, чтобы не было застоя воздуха, и освещение. Для того, чтобы растения нормально развивались, им нужен яркий солнечный свет. Если во время выращивания, если вы высадили, допустим, в январе-феврале месяц, не хватает света, а листья настоящие уже появились, мы проводим досвечивание. При достижении определенного возраста, когда у ваших земляничек сформируются уже 4 настоящих листа, вы можете провести первую подкормку их при помощи растворимых удобрений. Это уже растворено кемиры, либо любого другого растворимого удобрения. Но следует помнить, что концентрацию нужно уменьшить в 2 раза, для того, чтобы растения ваши развивались гармонично, не жировали. Мы сейчас аккуратно разложили все семена землянички садовой. После этого мы их не поливаем, повторюсь. Воды здесь вполне достаточно. И закрываем нашу тепличку. Не плотно. Здесь есть небольшие отверстия, поэтому аэрация, движение воздуха будет обеспечено. И поскольку оно у нас уже было стратифицировано, помещаем в теплое место. И через 2-3 недели, я думаю, в нашей тепличке уже будут хорошенькие маленькие земляники растения, которые где-то в июне смогут дать первые цветки и в августе-сентябре плодоносить уже со вполне таким успешным видом. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал Процветок. И до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова